Всем привет! На экране вновь наше время и это передача от нас, подростков, именно вам, подросткам. Первый весенний месяц подходит к концу и, казалось бы, все должны греться в лучах солнца на улице. Но почему-то все греются дома с градусниками. Именно поэтому сегодня я в полном гордом одиночестве. На протяжении четырех выпусков нашей программы мы отвечали на вопросы, чем можно заняться, куда сходить и где отдохнуть подросткам нашего города. Но при этом мы ни разу не говорили о самих подростках. Кто они такие, чем занимаются и чего достигли. Героями пятого выпуска программы станут четверо уже знакомых многим нашим зрителям персонажей. Они преуспели в искусстве, науках или спорте. И сегодня поделятся с нами секретные своего успеха. Состав нашей фантастической четверки таков. Певица, два знатока и спортсмен. И начнем мы с красавицы, отличницы и просто замечательной исполнительницы Екатерины Козеевой. Между прочим, без ее участия не обходится ни один городской вечер или праздничный концерт. Наш корреспондент Полина Афонина поймала Катю прямо на репетиции. Ну давайте попробуем припев. Ласковыми синцами славится Иванова, Тула-Самова-Ранис. Кась, привет. Чем тебя привлекло народное пение? Это было неожиданное решение. Восемь лет меня мама привела в детскую школу искусств номер два на фольклорное отделение. И уже тогда с первых уроков у Ирины Злаевны я поняла то, что народное пение и народные песни – это просто отражение души человека, за которую нельзя скрыться. И когда именно я на сцене пою народные песни, я просто рассказываю о своих переживаниях. И это мне нравится, потому что это искренне и все от души. Какие у тебя хобби, кроме пения? Кроме вокала я могу еще играть на инструментах разных музыкальных, как фортепиано, гитара. А так у меня есть хобби учеба. Спортом занимаешься? Люблю волейболом играть. Волейбол играть очень. Расскажи, пожалуйста, о самых запоминающихся поездках с коллективом. Наш коллектив «Горница» – это не то, что какой-то простой ансамбль, групп, которой приходят заниматься. Это настоящая семья, с которыми мы уже на протяжении очень многих лет. И каждая поездка, каждый концерт – это отдельная история, и она по-своему интересна. И каждые конкурсы – это для нас опыт определенный и очень важный. Кать, как ты считаешь, в чем особенность народной культуры? Русская народная культура, она сама по себе уникальна, потому что это не что-то заученное, это не какие-то движения, которые там говорят «выучить». И мы как вот надрессированные, мы выходим на сцену и повторяем. Русская культура – это душа человека. Да, все-таки музыка – это круто. И жаль, что осознал я это лишь после окончания музыкальной школы. Это действительно классно – любить то, чем ты занимаешься. Ну да ладно, довольно лирики. Двигаемся дальше. Следуя теме выпуска, мне удалось пообщаться с двумя парнями, которые несколько раз появлялись в эфире Первого канала. Им приходилось отвечать на вопросы высокообразованных и широко развитых взрослых людей в рамках передачи «Что, где, когда». Сегодня у нас в выпуске… Никита Бондарев и капитан команды Кирилл Емелин представляют Саров Нижегородской области. Как это ни странно, но непосредственно о самой игре я задал только один вопрос. Какое самое странное действие вам запрещали делать в прямом эфире? Учитывая, что за многолетнюю историю «Что, где, когда» он уже 43 сезон стартовал, уже сложилось достаточное количество традиций, Возможно, после того инцидента с Козловым, но запрещают трогать волчок во время игры. Не сломаю тебе волчок, пожалуйста. Не сломаю. Разумеется, не только «Что, где, когда» является основной деятельностью героев. Например, Никита Сергеевич Бондарев в сентябре прошлого года принимал участие в молодежном форуме «Проектория», проходившем в городе Ярославль. И если в эфире федерального канала вопрос задавал Александр Абрамович Друзь, то на форуме отвечать пришлось перед самим Владимиром Владимировичем. О том, как это было, рассказывает сам герой. Во-первых, мы готовились к ответу вопроса Путина за два дня. То есть, по сути, мы должны были рассказать проект, который мы должны были делать. Это был проект «Умный город». Мы должны были внедрить в город Ярославль какие-то инновационные технологии. Ну и не мог я в данной ситуации не задать один вопрос. Путин красавчик? Не всегда, не везде. Что же касается господина Емельна, то перед нами не только капитан команды «Росатома», но и еще самый популярный видеоблогер города. Вот, что рассказывает о своем творчестве сам Кирилл. Но, учитывая то, что он сейчас не находится в таком состоянии готовности, как продукт, то разрекламировать его будет достаточно тяжело. Но сейчас у него очень широкий спектр передач, который может варьироваться от видео к видео. Аудитория сама решает, в каком направлении двигаться моему каналу. Но могу показать историю, могу показать какие-никакие рассуждения о кино, могу рассказать о том, что мне, в принципе, интересно. Но это чаще всего к исторической тематике, конечно же. Конечно же, переводы, до которых все изначально и начиналось. Одним словом, разговор с парнями получился интересным и приятным. Много чего, к сожалению, не попало в сюжет. Но против формата не попрешь. Как мы уже отмечали, на дворе март месяц. А это значит, что у старшеклассников началась горячая пора. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ и прочим премудростям современной системы образования. Ну а студенты выходят на финишную прямую перед главным событием своей жизни – защитой диплома. Спортсмен, активист общественной жизни Саровского физтеха и просто позитивный парень Никита Кондрахин выкроил время в своем плотном графике и пообщался с нашей съемочной группой. Его можно увидеть на сцене в роли ведущего. Именно на педестале почета соревнований по плаванию. Вы спросите, как он все успевает. Никита Кондрахин занимается плаванием целых 14 лет. При этом он со школьной скамней погружен в активную общественную жизнь и просто не мысль от себя без движения ярких эмоций. А еще он веселый и общительный. В этом я убедилась, пообщавшись с Никитой перед очередной тренировкой в бассейне «Дельфин». Никита, привет! Привет! А мой первый вопрос – скажай, почему ты решил заняться плаванием? Меня много раз об этом спрашивали уже, и как обычно я отвечу, что меня в возрасте 7 лет привел сюда отец. За что ему огромное спасибо. Я нисколечко не потерял за все эти годы. И на протяжении уже 14 лет я занимаюсь плаванием, и мне это очень нравится. Многие знают, что ты еще вожатый в лагере «Лесная поляна». Почему ты решил им стать, что тебя заинтересовало так? Окей. Ну, этот вопрос… Я задумался над этим вопросом, быть ли мне вожатым в 2014 году, когда я в 11 классе уже начал думать, почему бы мне не стать вожатым. Я ездил маленьким мальчиком лагеря разные. И подумал, почему бы не попробовать. То есть попробовал себя, мне вроде очень понравилось. Дети отличные, дети добрые, сразу полюбили. И ты понимаешь, что если ты один раз, можно сказать, окунулся туда, вот в эту вот жизнь, вот эту лагерную, то, можно сказать, за уши не оттащишь. А я знаю, что ты еще неплохо поешь, но делаешь это крайне редко. Для кого ты поешь и в каких обстоятельствах? Да, я в молодости пел, конечно. Ну, вроде как говорят, я хорошо пел, я не знаю. Для меня это так, конечно, не очень. Но когда я пою, когда мне очень хорошо, в хорошем смысле этого слова, пою, когда, например, если на дне рождения, например, у друга, у лучшего, ну, вообще у друзей на дне рождения, на семейных каких-то праздниках. Играть на гитаре я закончил музыкальную школу, я не помню в каком году, но закончил с красным дипломом. Когда душа просит, всегда расчехляю, играю. И, можно сказать, для души, для себя это очень хорошо и очень помогает расслабиться. Представь, что тебя поставили перед выбором плавания или общественная жизнь совета. Что бы ты выбрал, смог бы ты выбрать что-то между? Это довольно провокационный вопрос. Я всегда распланирую свой день, чтобы найти время и для того, и для другого. У меня не будет такого, чтобы я не успевал на плавание и не успевал на общественную деятельность. У меня будет всегда момент, когда я успею и туда, и туда. Когда ты плаваешь, то все, ты добываешь обо всем. Ты только себе, у тебя есть только ты и вода, и все. Больше ничего нет. Ну вот. Отбрасываешь все свои проблемы, все свои семейные, там, не знаю, учебные проблемы. Просто отдыхаешь, когда будешь. Никит, спасибо большое. Было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться. И мне. Пока. Такие вот таланты растут в нашем городе. И на самом деле их гораздо, гораздо больше. Важно понимать, что фундамент нашей дальнейшей жизни закладывается именно сейчас. И мы становимся перед тяжелым выбором в самые непростые времена. Море возможностей, море событий, море информации. Но человек прежде всего сам строит и формирует жизнь вокруг себя. Главное трудиться. Но есть одно но. Отдыхать тоже надо уметь. И в завершение выпуска очередное творение от наших юных коллег. Ребят из студии Кадрики детской школы искусств номер 2. Наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока. Паравозик 7, а с ним вагоны. Машинистом силен на плечах погоны. Паравозик он ведет весело и смело. То направо повернет, то потом налево. Пассажирам спасу нет, ехать надоело. Машинисту нет двух лет. Вот какое дело. Машинистом силен на плечах погоны. Паравозик. Паравозик. Использ wł JIRV pied.